Сотни мальков краснокнижной рыбы выпустили вопь. В регионе восстанавливают популяцию нельмы. В этом участвует сибирская генерирующая компания. Как выращивают представители речной фауны и при чем здесь энергетики, узнал Александр Сульдин. У этих мальков сегодня ответственный день. Выпускной практически покидают уютный пруд, где росли из личинок. Здесь, как услугам, был кислород. Вот так им воду насыщают. Также вдоволь питательного планктона, оптимальный состав воды и защита от птиц. Специальная газовая пушка, которая стреляет каждые 15 секунд, резким звуком отпудивает чаек. Сейчас рыбка выросла, окрепла и готова к самостоятельной жизни. По нормативам для нашей зоны, для нашей новосибирской, должна нельма быть 1 грамм. 1 грамм. А сейчас она у нас порядка около 3 грамм. Уберут перегородки и вода вместе с мальками пойдет вот в эту трубу через небольшую дамбу. Потом открывается вот эта труба. Из нее с потоком воды идут мальки. Каждые два часа здесь собирается комиссия из ученых и представителей Росрыболовства. Туда на минуту погружается сеть. Те мальки, которые в нее попались, выкладываются вот сюда, на этот стол. Дальше их считают. Цифры умножают на 120. Таким образом получают количество мальков, которые прошли здесь за два часа. Кто-то из этих мальков доживет до 20 лет и наберет вес до 40 килограммов. Нельма – речной хищник. К сожалению, редкий сегодня. Издревна была обитателем Аби. Сейчас находится в Красной книге. Поэтому занимаемся ее воспроизводством. Чтобы, может быть, когда-нибудь, когда ее станет очень много, чтобы ее исключили из Красной книги и рыбаки спокойно ловили. Рыбоводам помогают энергетики. Чтобы давать тепло в дома, производить электроэнергию, сибирская генерирующая компания использует воду из рек. Поэтому вносит свой вклад в восстановление водных биоресурсов. Энергетики в этом году организуют выпуск 6000 мальков Муксуна и Нельмы. Александр Сульдин, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok